День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Not The Robots. Честно говоря, я не знаю, почему это не роботы, потому что здесь только роботы. Ну, может быть, турели не считаются роботами. Но мы роботы, наши враги роботы, все вокруг, кроме мебели, роботы. Так что давайте начнем и посмотрим, что же это такое. Мы начинаем на уровне, на котором можно посмотреть, на котором можно нажать пробел вовремя, чтобы начать его, потому что здесь можно не вовремя выскочить, вот попасться, например, под этот лазер, который там крутится. Каждый уровень делается рандомно, а то есть это абсолютно рандомно сгенерированные уровни. И каждый раз, когда вы начинаете прохождение, у нас новый уровень, новое расположение. Элементы, конечно же, повторяются, но это стандартная рандомная генерация, то есть у нас просто по-разному смешанные элементы. Итак, что же мы пытаемся сделать? Мы пытаемся выбраться с этого уровня, потому что нам нужно идти в другие здания, нам нужно идти и искать, и смотреть. Но проблема в том, что нам нужно скушать мебель. Почему, я не знаю. Но нам обязательно нужно скушать мебель, чтобы собрать достаточной еды, и потом с достаточным количеством еды... О, господи, оп! Проскочить, попасть в лифт и отправиться дальше. Вот так вот. Мы получаем бонус, не получив урона, мы получаем бонус, скушав всю мебель, мы получаем бонус за скорость. Хотя нет, в этом модусе скорость не важна, у нас есть скоростные прохождения. Но здесь, скорее, важно просто пройти как можно дальше. И это можно было бы назвать роуг лайком, но у нас здесь нету у роуг лайков, так или иначе присутствует всегда элемент боя, то есть вот этого рандомного боя. Здесь у нас боя нету, мы здесь постоянно пытаемся спрятаться. И поэтому это скорее стелф-игрушка, в которой, как стелф-бастард, а то есть в стелф-бастарде у нас были, конечно же, построенные пазлы, построенные задания. Здесь у нас это рандомные уровни, и здесь мы так или иначе пытаемся по ним пробраться, без того, чтобы попасться на ловушки, и без того, чтобы нас убили. Это процесс, который странно звучит, если сейчас подумать о всех отдельных деталях, то есть мебель, которую мы кушаем, роботы. Например, сейчас у меня на заднем плане шел диалог, это мы просто узнаем все больше и больше об этом мире, потому что это очень приятно сделано. То есть это, хотя рандомно сгенерированные здания, рандомно сгенерированные враги и комнаты, но у нас здесь есть прогрессия, как и по игре. То есть мы открываем все больше и больше игры, у нас есть прогрессия по сюжету, мы узнаем все больше и больше о том, что здесь происходит, в каком мире мы находимся, что здесь вообще... О, господи, он нас уже увидел? Он нас уже увидел. Отлично. Так, куда он свернет? Вот. И вот еще один небольшой элемент того, что я, по идее, должен кушать мебель, но если я ее всю скушаю, то мне будет незачем прятаться. Так, давайте встанем, потому что я когда на корточках передвигаюсь, тогда медленно, медленно хожу. Так, хорошо. Что у нас еще есть? О, господи, о, господи, о, господи. Прячемся. Тихонько. Он убрал, он убрал мебель. Так, я должен скушать еще одну вещь. Так, давайте уйдем отсюда. Это страшный уровень. И, да, иногда уровни могут получиться очень простыми, а иногда очень сложными, потому что все-таки рандомная генерация. И, конечно же, они становятся все сложнее и сложнее и сложнее, чем дальше мы проходим. Но иногда очень рано попадается очень сложный уровень, а иногда попозже просто уровни очень простые получаются. Я от этого, как бы, оно мне не мешает. Я очень часто играю в роуглайки, и мне это привычно, то, что, ну, может такое случиться. Но я просто вас предупреждаю, что такое может случиться, такое может быть. Это все рандомно сгенерировано. Так, мне еще нужно два куска мебели. О, господи, боже мой, уйди, уйди отсюда, уйди отсюда. Я пробежал мимо его? Так, мне нужно выбросить мой бонус. И сейчас давайте поговорим о бонусах. А то есть на уровнях разбросаны бонусы. Так, уйди отсюда, уйди отсюда. О, господи, о, господи. Черт. Давайте я соберу бонус. Господи, ушел. Ушел, уже чудом ушел, чудом. Бонусы, которые дают нам больше скорости, возможность спрятаться просто без, а то есть стать невидимым, поставить блок или прорыть себе, считайте, нового прохода. Вот у меня сейчас возможность прорыть себе новый проход. То есть, например, если мне хочется сюда, я могу сюда сразу же пойти. У нас есть также кубики, которые дают нам здоровье. А, и здесь мы уже начали натыкаться на сложность в том, что, видите, нам нужно, чтобы выбраться из уровня, не только собрать достаточно мебели, но нам нужно еще нажать на кнопки по очереди. Так, давайте попытаем, где она. Три, хорошо. Два. И здесь обычно выгоднее сначала нажать на кнопки, а потом собирать мебель. Конечно же, когда у нас лазеры, когда враги, мебель и кнопки все складываются в одно, это может получиться очень сложным, на очень сложной ситуации. Так, давайте я спрячусь. Хорошо, что лазеры не бесконечные, у них все-таки есть радиус действия. Так, хорошо, давайте отойдем. Давайте скушаем здесь все. Может, мне сюда больше не придется идти. Так, 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 так. О, господи, попался, не получу бонус. Не получу, к сожалению. Но, все, 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 давайте пойдем дальше. Эта игра абсолютный враг людей, у которых тик на то, чтобы выполнить все, зачистить полностью уровень. Я вам абсолютно не советую брать эту игру, потому что вы просто не сможете в нее играть. То есть, после некоторого времени нужно оставлять мебель, просто не трогая ее. После некоторого времени просто невозможно собрать все. Я понимаю, что можно собрать все, если очень напрячься. Но мебель нужна, чтобы за ней прятаться. Так, давайте здесь соберем и прокопаем себе до кнопочки 5. Оп, хорошо, отлично. У нас здесь кнопочка 5. У нас здесь кнопочка... Где 4? А, там далеко. Так, давайте себе тогда... А здесь как раз... Ммм... Я не буду копать. Давайте я просто соберу. Хотя... Хотя... А, нет-нет-нет, здесь, видите, мне придется свой копательный бонус выбросить. А, у меня копания больше не осталось. А, слишком низкий процент, чтобы прорыть дырку. Так, давайте я выброшу тогда. Давайте тогда соберу. Здесь бонус какой? Блоки поставить. Ну, ничего, они мне не нужны. Так, и мы пойдем нажмем на кнопки. И, опять же, то есть, я каждый раз себя ловлю, когда вам пытаюсь объяснить, о чем эта игра, что это звучит все очень странно. И если просто слушать, то оно как бы звучит, да, ммм, странная игрушка, но зачем в нее играть? Скажу вам честно, сам процесс затягивает. Это очень-очень интересный процесс с интересной динамикой, в которой нам приходится прятаться, в которой нам приходится стратегически убирать мебель, в которой приходится каждый раз ориентироваться на новый уровень. Так, давайте. Ой, я здесь смогу проехать. Забирать достаточной еды, убегать от врагов, думать где, что сделать. Оно затягивает. Оно затягивает, и хочется добраться как можно дальше, потому что чем дальше мы доберемся, тем больше игра раскроется. И в этом плане она очень мне напоминает игрушку Race the Sun. Там у нас как бы прогрессии самой по себе нету. Мы выполняем задание, мы выполняем что-то, чтобы пройти дальше, но каждый раз, когда мы что-то выполняем, мы получаем кусочек игры. Еще больше, еще больше открываем. Так, и где кнопка 2, которую я никак не могу нажать? Ага, вот она. Так, хорошо. Здесь и сразу же здесь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Есть, и где кнопка 1. Так, давайте здесь быстренько проскочим. Быстренько. Оп. Сложимся. Есть, отлично. И побежали, 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 побежали. Ах! Все-таки меня чуть-чуть зацепило. Но я думаю, меня на этом уровне достаточно зацепило, чтобы можно было уже не бояться насчет этого. Но, так или иначе, здоровье стоит ценить, потому что чем больше здоровья, тем дольше можно идти. И тем больше комнат можно открыть. Например, по-моему, четвертое здание, это максимальное здание, до которого я добирался. Потому что здесь уже много роботов, которые туда-сюда летают, меня ищут. Это теперь намного тяжелее, я к этому еще не привык. Так, здесь два лазера, которые меня сразу же подрезают. Ага, давайте так вот выйдем. Так, хорошо. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим. Здесь у нас кнопки. У нас большое качество. Я не могу прокопать себе здесь дорогу. Так, хорошо, давайте тогда проедем. Робот, который ищет. Пролетай. Лети дальше. Лети дальше. Не смотри в мою сторону. Не смотри. Не смотри. Не смотрите в мою сторону. Я абсолютно неинтересный. Я абсолютно ненужный. Так, и вот здесь вот очень важно оставлять мебель в покое. А как здесь пройти? А, вот так, вот так вот. Хорошо. Здесь больше роботов нету. Здесь даже лазеров нету. У-у-у, эту комнату мы можем полностью захавать. Так, у-у-у-у. Хаваем, хаваем, хаваем комнату. Хорошо, так давайте блоки я выброшу. Хотя они, по идее, нужны. Потому что можно, когда мебели нету, можно построить что-то новое. Я хочу просто посмотреть, что это такое. О, копать. И тогда давайте здесь. А-а-а. Осторожно. Поворачивай, поворачивай направо. Пу-у, господи, молодец. Так, мне еще кучу мебели нужно захавать. Так что давайте так. Тихонько. Музыка классная. Музыка геймплей шикарно подходит, знаете. Она такая шпионская. Мне одной мебели не хватает И неужели я не получу урона Неужели я пройду этот уровень без проблем No damage Ну конечно же я не всю мебель собрал Но Этот бонус нам опять же Он относится к тому Сколько мы получим Или откроем игры еще Когда у нас закончится все У нас есть еще дополнительное Прохождение Заданий То есть на время, на сложность Специально сконструированная комната есть Все это Дополняет игру и делает ее еще интереснее То есть еще Мясисти Они не должны были по идее Но здесь просто Это тяжело передать Это звучит и выглядит очень странно Но когда вы начинаете управлять Когда вы начинаете играть Это очень затягивает И поэтому я вам советую ее взять прямо сейчас Не потому что она такая дико Обалденная И жизнь закончится Если вы ее не возьмете Нет, просто она сейчас На 40% скидке И стоит всего лишь 150 рублей Это очень-очень хорошая цена для нее Я бы сказал, что 200 Это была бы такая вот Шикарная, шикарная Отличная цена Но за 150 отдают Я скажу вам Берите Не пожалеете Если вам нравится такое Медленное Прятаться Стратегия Думать как Как что сделать И видите Мне здесь Мне здесь очень тяжело пройти Потому что Хорошо Они меня не заметили У меня как раз Бонус на копание есть Так, давайте я здесь соберу все Так Где кнопка, которая мне нужна Сколько у меня? Четыре Ага Четверочка прямо передо мной Я должен был это прокопать Потому что По-другому не пройдешь Так Товарищ О господи Боже мой Он открыл Он открыл Свои шлюзы Так Он когда шлюзы открывает Он еще начинает Мебель ломать Так Ну и передвигать ее Так Если бы он ломал То это было бы бессмысленно То есть Они могли бы сломать Ломать до тех пор Пока я бы Не смог О, у нас еще одно копание есть Я могу? Нет, я не могу Мне хочется Давайте я это копание выброшу Так Хорошо Здесь спрячемся Пойдем быстренько О господи Боже мой Так Соберем Хорошо Копание Копалка Копалка И Ааа Ах ты Я думаю Что это будет Последний уровень Который я вам покажу Потому что Играть Играть в нее Намного интереснее Чем смотреть по-моему Так что Давайте Лазер 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 И меня расстреляли Расстреляли К тому же Так Кнопка Два Я О Я могу здесь проскочить Кнопка Один Отлично У меня достаточно еды У меня достаточно кнопок Я могу здесь проскочить Так Давайте Быстренько Быстренько Побежим На выход Так Все Хорошо Так У нас здесь еще один охранник На выходе Я могу здесь прокопать Уп Не увидел У нас Все Все Отлично Пятое здание Или просто На четвертом здании Оооо Мы думаем Как мы Выросли Пятое здание Пятое здание Отлично Я сюда еще не добирался Но я просто Сейчас закончу Чтобы вам показать Как прогрессия выглядит Как еще Где у нас Прячется Дополнительное задание Как видите Уровни намного больше Становятся Намного сложнее Давайте я выйду Отсюда Так Где охранники Они меня быстро Расстреляют И как назло Охранников на этом уровне Нету Ну ничего Ничего Так Я тогда могу Под лазеры Так Хорошо Все Как видите Они меня быстро Захавали Итак Я Оп Доберусь до следующего уровня Полтора Два Два с половиной Три Да Отлично Так No way You have unlocked A handy passive item A tougher And tougher campaigns Ага У нас дополнительная кампания Дополнительное задание И пассивный айтем Очень приятно Хорошо Так И до третьего Так У нас 21 уровень Понятный И вот Вот какая игра Очень сильно затягивает Очень хорошо И сейчас по хорошей цене Так что берите Не бойтесь Оно качественно Оно прикольно играется И я тогда говорю вам Большое-большое спасибо за внимание И мы увидимся в следующем видео